Н Правильно ли я понимаю, что у вас N, то есть число итераций, фиксировано? Н фиксировано, да. Как вы думаете, такой вопрос? Получится ли здесь что-то новое, если N тоже устремить в бесконечности? Может быть, сохраняя какую-то пропорцию между N и N? Здесь, в общем-то, ответ такой очевидный. N это число уровня иерархического дерева. А в БАДИКе там бесконечное число уровня? Может, БАДИКу так получим прямо? Нет, БАДИКу мы получим прямо. Если мы его получим прямо, то есть N устремление бесконечности. Если сделаем число b одинаковое везде, то 1p2 равняется b. То есть это доказательство для однородных проставов в том смысле, о котором я сказал. Конечно, ну да, тут численные счеты. Я думаю, что это еще че-то. В общем-то, этот результат известный. Мне говорили, лицензент мне писал. Но я не видел доказательства, которые теории с формулой, конечно, че-то. Просто не видел, поэтому решил вот так. Вот, например, вы говорите о самоподобных деревьях. Может быть, более правильно говорить о статистическом смысле самоподобных? И еще идет о случайном расположении? Нет. В данном случае у нас само дерево не случайно. Само дерево, вправе, детерминировано. Вот эти вот конечные точки... Почему я так говорю? Потому что самоподобное дерево, это ветвение одинаковое в каждом узле. Вот здесь вот ветвение много разное. То есть дерево строится самоподобие? То есть вот эта группа, на самом деле, группу, можно структуру вести, здесь можно, а вот на общем пространстве не видишь. А, строго говоря, самоподобие наступает тогда, когда число уровней бесконечное? Нет, самоподобие наступает тогда, когда число ветвений... Число ветвений в ведом углашем подожде, где равняется... Это одинаково, это понятно. Трем там, и так далее... А, ну, в другом смысле? Конечно, конечно, естественно. Она бесконечная. Но не очень удачное название, я другого не придумал. Можете здесь как-то дальше сказать? Значит, дано пространство многомерное, в нём располагают точки, так как появляется ультраветрика. Не связано ли это, может быть, с более простым фактом? Здесь же именно назначено соответствие между вещественными и биологическими числами. Когда мы ограничим эти ряды до конечного числа членов, то получится же аппроксимация какая-то. Если это просто выражение этого фактора. Ну, я не думаю... Не думаю. Распространение вещественное. Вообще говоря, это не следствие закона больших чисел. Но следствие закона больших чисел, как бы этого мало. Необходимо специальное... Сама иерархия, на самом деле, скрыта от законов распределения. В физическом примере, вот алгоритм. То есть берём мы, значит, P1 точек. Вот скажем... Фиксирую пространство Rn. Да, на Rn. И n будет фиксировано? Да. Берём точки. R1, например. Нет, R1 мало нам. А сколько Rn? А Rn. А Rn? А Rn? А Rn? А Rn? Бросили точки. Значит, точки независимые. Координаты независимые. Неограниченные. Да. Но законность пределения одинаковых. Бросили. По мере расстояния оно всё одинаковое. В пределе энергоскоммичности, согласно правословному, очередной чисел одинаковый. Ну, вот и идём. Ну, это очевидно. Но. Мы хотим делать не одинаковые. Поэтому мы берём теперь число точек не P1. Где уже мы в карман положили? P1, P2 взяли число точек. Мы взяли хитрое. Мы взяли так, чтобы у них математическое ожидание теперь не нулевым было. А было равно математическим точек на предыдущем шаге. Вот причём, значит, мы просто... Причём как мы берём? Мы берём первую точку на первом шаге, да? Значит, из P1 одну точку единственную. Вот для неё мы делаем P2 точек с тем матожиданием, которое у неё было. Для точки второй мы опять делаем P2 точек с матожиданием уже другие. И так далее. Вот. И даже на этом шаге, если мы остановимся, мы уже получаем, что вот этих точек всего их P1, P2, и V2 расслояние в пределе n бесконечно становится утерометрическим и непримерным. А, нет, они же независимые. Они независимые. Случайным образом? Ну, конечно. Да, случайная величина независимая. И так далее. 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 И так далее.